Пустил. Отлично. Я уже говорил, да, что мы пилились в жесткую тему. Я не помню, говорил или нет, кстати. У меня теперь уже совсем смешивается вот та группа и эта. То есть то, что я вчера, как бы, то есть вчерашний мой урок и всего эти. Потому что мы совсем параллельно идем, да. То есть там идет про таутума и тара. И здесь мы объявились в эту тему тару. Тема, которая довольно мутная, плохо понятная. Будет большой кровью наслоенная, я чувствую. Ну да, нет, но там-то это еще, там более-менее вся какая-то лодка сохраняется. Тут такие навороты, что это самое. Вот. Если кто-то случайно читал в фейкбуке мою, то, что я тогда ставил такой текстик про это самое, там как раз описано, почему, на мой взгляд, эти вопросы для мудрецов были особенно важны и интересны. Мы были таким своего рода маркером между теми, кто... Это очень видно по текстам. Вот особенно по текстам Фадиги, там просто... Мы вчера просто обсуждали буквально этот вопрос. Кто урод, а кто... Кстати, кто Амарас, а кто наш? Это маркер свой-чужой, по сути. Вот. То есть человек может... Я так понимаю, ну, если я правильно понимаю, как все было устроено, человек мог не разбираться эти вопросы весьма доточно, но он должен быть достаточно осторожным, чтобы в нужном, в нужном, наверное, пойти кровью и спросить. Это уже свой. А тот, который там что-то от балды делает, это как бы... Пусть даже делает. Но от балды это уже Амарасов. Вот. И так вот, и у нас и тут вот так примерно то же самое. Он не тоже... Понимаешь, он не может ничего не знать, если он там уже 50 раз спросил. Да? То есть человек, который регулярно как бы... Который к этим вопросам достаточно далека относится, достаточно далека, чтобы все непонятки свои разъяснять. Это наш человек. Ну, может быть, не совсем Хабайра, может быть, даже и совсем Хабайра. Трудно в терминалах, я не умею себя хорошо выбирать. Вот. Ну, мы сейчас, возможно, мы тоже коснемся. Там мы просто в это въехали, просто буквально, буквально ровно в эти цены. Это как-то со мной учился Ульфан Юнош из Мексики. И он, глядя на остальных на руси, сказал, что у нас нет тоже есть, которые они соблюдают. То есть они, по крайней мере, знают, что они соблюдают. Да, да, да. А у нас нет даже не знают, что такое бывает. Да. Нет, но это уже следующее, это уже следующая стадия, да. Это уже, как бы, амара с такой закоренелой, даже уже с оттенками, так сказать, серы или там что-то такое. Как нет? Было. У нас евреи разные бывают, понимаешь, ничего. Конечно, было. Но это мы обсуждаем в других, это обсуждается в других, уже практически в подсудных аспектах, как говорится. Это уже злодеи. Это уже люди, как бы... Нет, ну это совсем не в курсе, это я уже даже не знаю. Я даже не знаю. Это что надо сделать? Это надо 70 лет советской власти. Вроде с древней историей в этом не замечено. Вот. Но такие, которые вот плевались, плевались, ну, всесосу прикол. Или на рухну пытались, как бы, идти от этого. Ну, кстати, не знаю, я не исключаю, что в давно эллинизированных семьях были такие, которые не устанавливались совсем. Да, третье поколение эллинизированных. Ну, с другой стороны, я с такой точки зрения не еврей. Это у нас, как бы, в Советском Союзе, как бы, сохранилась одновременно еврейская идентичность и полное незнание того, что это значит. Вот. Это, в конце концов, уникальность, наверное, не знаю. Не знаю, насколько он возможен, премьерный вообще. Ну, вот. Интересный вопрос. Я как-то не сдался, но можно посмотреть, понимаете, не посмотреть источники и понять, действительно, как это было устроено. Ну, люди, которые не соблюдают нарочно, как бы, знают и не соблюдают, они, безусловно, есть, как бы, против них выносит постановление и все такое. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, почему важно, собственно, в эту тему въехать, да. И если в Хаги, как вообще всю всю дорогу обсуждаются чуть более ритуальные вещи, чуть более, как бы, вещи, связанные с жертвоприношениями или, там, с какими-то святынями, здесь у нас, наоборот, бытовые вещи. Но бытовые вещи тоже на ту же самую тему, опять же, на тему осквернение и очищение. Итак, значит, хали йота харашаба. То есть, йон топши хали йота харашаба. Бейт шамо им рим. Мадбелим атакую милифнея шаба. Бейт шамо им рим. Мадбелим атакую милифнея шаба. Вадам бешаба. Да, ну, лишь мы прошли. Да, мы один раз прошли, но нам не прошли еще раз. Потому что, иначе мы просто не поймем, что это че можно. Вот. Если йон, то выпадают на послесубботы. Бейт шамо им говорят, что все нужно, все, что подлежит омовению, нужно омывать до субботы. То есть праздник получается. Нет, не праздник, будний получается, да. Бейт шамо им. Бейт шамо им говорят, что утварь окунается до субботы, а человек даже и в субботу. То есть можно, можно окунаться в субботу, грубо говоря. Бейт шамо им. Бейт шамо им. Мы добавим воду в каменный сосуд до краев. Вода не чиста, реглайна не чиста. Мы ее окунаем в мифу так, чтобы края соприкоснулись. Тогда вода может считаться чистой. Каменный сосуд не принимает ни чистоты, вот в чем дело. Но мы не можем при этом, то есть это мы можем сделать. Но мы не можем при этом взять, например, металлическую кастрюлю нечистую и сделать с ней такую же операцию, считая, что она тоже станет чистой. Потому что окунать вещи нельзя в субботу. Речь идет, судя по всему… Можно окунать только то, что не принимает ни чистоту. То, что принимает ни чистоту, нет смысла окунать. Мы ее окунаем вместе с водой, да, ради воды. Но мы не можем взять какой-нибудь сосуд, который мы намеренно очистить и сказать, о, ну и вода заодно, ну воду-то можно очистить, ну так и сосуд заодно очистился. Так делать нельзя. Вот. Поскольку, по обоим мнениям, утварь не подлежит очищению. В субботу, во всяком случае… В субботу, во всяком случае… А про ёмтов… Они вообще что-то забыли, по-моему. Ёмтов у нас сейчас не главная будет тема. У модели ми гавля гав… У ми хавурали хавурам… И окунают, что бы то ни было, как бы, с одной стороны на другую. И с… И от одной компании к другой. Что бы это ни значило. Это нам будет дальше объясняться в гимаре. Будут там разные версии, собственно, по поводу того, что это такое. Но если мы заглянем чуть-чуть ниже Ора Фарлака, то мы увидим, что Рамбом… Нам объясняют, что такое, как в районе, что… А что такое ми гавля гав? Смотрите, самые нижние строчки в гурах Ора Фарлака. То есть Рамбом считает, что ми гавля гав – это вот так. Дело в том, что вот там, в Хагиге проводятся, в Мишне Хагиге проводится некоторое развлечение. С точки зрения Торы, вот то, что ты сейчас вычитываешь в экране, да, предмет может быть либо чист, либо нет. Ну, не бывает как-то вот каких-то других вот заморочек, да, он либо чист, либо нет. Значит, приходит мудрец и говорит, что это для нас слишком просто. Мы в такие простые игры не играем. Это как трикейстики нолики-тринапы, да, там боевая ничья, проиграли какие-то хорошие игры. Неинтересно. Вот, поэтому мы выдумываем игру в гофт. Когда там все не так, очевидно, там даже компьютер говорит, труднее учить, чем в шарте. Вот, мы выдумываем игру в гофт. Мы введем дополнительные уровни чистоты, которые, ну, как бы, вот человек просто очистился. Вот он был не чист, вот он очистился. Вопрос. Что он может есть? Он может есть только обычную пищу. Но он не может есть, например, труму, или, ну, если вы, мясо жертвы, для того чтобы он есть мясо жертвы, он должен, как бы, очиститься с намерением есть мясо жертвы. Вот такая вот особенная френь. И там... Но очиститься так же? Иногда так же, а в каких-то вещах не совсем так же. Там, в культуре, например, ну, всякие предметы, там, там есть разница. Как их можно... Иногда сам процесс, да, тоже как бы... Это то, в чем мы сейчас сидим в Хагиде, довольно плотно сидим. Там все тоже совсем неоднозначно. Теперь, для нас здесь важно только то, что... Вот здесь, для понимания этого рампа, важно только то, что для трумы есть одно, как бы, оно винят, а для худыша другое. И вот если ты окунулся сам, даже имеется в виду личный человек, окунулся, с намерением есть труму, а потом выяснил, что ему нужно есть мясо жертв, ну, например, или там какую-нибудь защищенную пищу, ну, нужно окунуться еще раз с этим самым намерением. Вот это называется Мадбери Мегаври Гаври Гаври. То есть, что в Йонтов можно совершать вот это повторное омовение, которое как бы не очищает тебя на самом деле. Да, то есть, не очищает тебя до Райта, до Райта ты уже давно очищен. Но как бы Дарабанан готовит тебя большей святости. Я не знаю, почему это называется Урамба Мадбери Мегаври Гаври. Почему ты говоришь, что это Йонтов? Это Райта говорит или что Шаббат? Это Йонтов. Раши, например, понимают как Йонтов. Я не вижу, почему бы мы не приняли это. Только что Йонтов. Как бы зачем нам важно? А понятно зачем, потому что я тебе объясню, почему. Я тебе объясню, почему. Потому что в Шаббат у тебя не стоит проблема. Если мы принимаем толкование Райта, чтобы в данном случае было бы логичным, в Шаббат у тебя не стоит, как правило, не стоит проблема поедания святых. В Шаббат не приносится жертвы, кроме обязательно и несъедаемых. Да? Где та жертва, которой ты, собственно, собирался и всю руку судьбу. А Йонтов все ровно наоборот. Есть обязательные жертвы, которые съедаются. Поэтому, если ты не был к этому готов, то ты должен к этому подготовиться. То есть ты должен быть Йонтов еще раз окунуться? Ну, если ты не имел в виду, при том окунании в Шаббат или в Шаббат, что ты будешь есть жертвы, то ты, да, должен окунуться еще раз. И это тебе разрешено. И, возможно, даже и утварь может. Вот это, кстати, интересно. Про человека ясно, что можно. И мы даже в Шаббат не узнаем. Тарелку, с которой ты будешь есть, это уже? Угу. Совершенно верно. Если у тебя нет готовой к этому вилки и тарелки, и особенно котла, в котором ты собираешься это дело варить, то да можно, да можно и да нужно, помнить это именно верно. В Шаббат это не актуально, понимаешь? Да. Как я уже поняла, каждый раз в новую колью. Прости, пожалуйста. Особенно если ты говоришь о глиняной, то ее просто каждый раз в новую колью. Во-первых, это не глиняный горшок, а металлический котел. Во-вторых, да, с глиняным утром вообще проблема. Она неплохо очищается, просто не умеет этого делать. Вот. Да, глиняный утром, там какая-то проблема. Отсюда рождается вот эта история про тамурожный ахмай, да, про разборную печку, которая очищается с помощью разбирания и собирания, да. Глиняная утварь очищается разбиванием, да, если у тебя была глиняная чашка, она стала не чистой по какой-то причине. Единственное, что ты можешь сделать, это разбить ее и склеить завар. А сейчас придумали уже. Каким образом? Сейчас обжигают при более высокой температуре, чем она была изготовлена. А, переобжигают новые. А, прикольная тема. А, прикольная тема. Сервизы целые, семейные принимала на перевозку. А, серьезные? Да. Не, ну это я не знаю, это же, причем здесь, это, это же имеет, а, ну да, шоу, там, казалось бы, казалось бы, та же примерно, но я знала. Вполне себе охранные люди приносили на перевозку. О, как. Но в Ленинах есть вся проблема, жертвы нельзя кушать дальше, какого-то определенного. Да. Да. И чего? Развивы? Потому что они впитали в себе в жертву. Тоже верно. Да, да, там будет, там будет вот этот вот нотар, да? И получается... Да, и поэтому вокруг жилова есть огромное количество этих черепков. Почему я просто... Ну, как... Теория там такая... Теория там такая... Он впитал в себя сроки, и это считается, что ты не съела эту жертву до истечения срок. Там идеология такая, идеология такая, не знаю. Керамика пористая. В эти поры впитывается, как бы, ну, там, бульон, я не знаю, там... А жертву может съесть до определенного... До определенного. После этого она автоматически становится нотар. А как ты можешь сжечь то, что у тебя внутри стенок керамического сосуда? Да никак. Я думаю, что там есть какие-то какие-то свои развороты, но... Мы сейчас не будем углюбляться вот в это, ребята. У нас своих проблем сейчас хватает. Вот. Да, нет, это уже очень тонкие вещи, как бы, которые... У нас... Нам бы пока сейчас разобраться, что там, к чему, где там, где там что. Смотрите, гематом. Декуляльма, не гаткли, ба-шаббат-ло. Да? Посмотрев на всю эту миру, мы можем сделать, по крайней мере, простой вывод. По всем мнениям... Декуляльма, да. По всем мнениям, в субботу утря не подлежит омовению. Майтама. Почему, собственно? Какое основание? Амараба. Гзерам. Итлену ба-ято. Он говорит, это... Постановили... Из-за того, что в субботу нельзя, как известно, носить... Носить вещи. Но для того, чтобы окунуть вещь, нужно ее куда-то отнести, правильно? А если туда, куда ты ее несешь, это... Это сейчас все будет, сейчас вопросы будут задаваться, но обычно все-таки миквы, у тебя нет приватной миквы, и мы не будем вводить общие законы, мы не будем разграничивать общие законы на богатых и бедных, если большинство людей погружают в общую микву, то мы на них и будем ориентироваться. Нет, понятно, что можно сказать, что мы до субботы ее суда принесем, во субботу им окунем, но понятно, что это разумная суда, для того, чтобы ее окунуть, нужно до куда-то дойти, для того, чтобы донести ее, для того, чтобы ее донести, нужно уже нарушить субботу. Ну, а если бы не сделали, значит, в то время могли сделать, могли и сделать. Это могло быть, например, не еврейский поселок, с десятым еврейским семеном, например, ну, я не знаю, могло быть что-нибудь препятствующее этому руку, например, та же река, которая протекает через этот город. И это самая река и служит той самой миссией. Что, прости? Да, но, как бы, опять, как бы, и главное, для раба это совершенно не важно. Важно, что могут реализоваться ситуации, когда это будет нарушением. Ну, и заодно забретим там все, 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 все забретим, это самая, чоком. Амарлы Абавия. Есть у Борбаха Циро, Майи Калимеймера, вот это, собственно, Анкина, Анкина, Анкина наоборот. А если у него, этот самый, ну, водосборник, прямо, прямо, прямо в ду, ну, в дворе. Что тогда сказать? Амарлы Зеран. Борбаха Циро, а то Борбар Шутарабин. Он говорит, а мы изобретим эту самую, эту яму во дворе, из-за случаев, когда яма не во дворе. Что? Борбаха. Что бардах? Если человек, он не кудовый, может быть, как и лечить. Да, конечно, ну, да, потому что, потому что должно быть ездить на Абрадзе. А ты же говоришь? Говорит раб. Это, да, Витя? Ты же говоришь, что, наоборот, они не, 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 все запрещают, это как-то слишком близко, как ты говоришь. Ну, вот они, он идет по легкому пути. Надо же говорить. Так это Бае пытается, теперь, значит, смотрим, что происходит на уровне социального, да, кто такой раба и кто такой Бае. Раба – это старый мудрец, а Бае – это его у вас молодой воспитанник. Да? А Бае – это его племянник, который умер, умер отец субсимой, и который воспитывался в доме раба. Ну, его воспитанник очень. Раба идет, и именно что? Ты совершенно права. Раба идет по легкому пути. Он говорит, мы знаем… Нет, смотри, у нас же ответ-то известно. Мы знаем, да, что все запрещают в субботу окунать утварь. Нам нужно найти объяснение, почему. Нам нужно найти объяснение, почему. Он говорит, а, ну, это, наверное, из-за того, что нужно идти с этой утварью, как хрен знает куда, в речь. А Бае говорит, ну, что спокойно, ну, мы же цивилизованные люди, у нас водопровод, в конце концов, в каждом доме, как бы, почти, что. Ну, может, в каком-то Хузистане, там, где-нибудь, хрен знает, где они, там, и моются в речке, там, раз в неделю. А мы у себя, там, где они, там, жили, там, в какой-нибудь Мата-Мехасе, или, там, где они, там, жили, где-то, в каких-то пригородах, в Павеломах. Ну, вот. Мы-то, мы-то люди цивилизованы, у нас, вот, большинство людей, как бы, это, это миг и прямо дом. Он говорит, ну, а запретили за тех, у которых нет дома. Ну, вот. А Тейнах, это, Аббайес, в общем, продолжает у него докапываться. А Тейнах, Шабаба, Йонтов, Муаик, или Мейбер, он говорит, ну, хорошо, в субботу ты мне, вроде, как, объяснил. А Йонтов тут при чем? Известно, что в Йонтов тоже нельзя. Да, ну, в Йонтов не действуют, законы, законы перенесения паршута Рабима нету, как бы, да, он говорит, можно носить, что хочешь, мы уже, там, прочитали, это, там, главу назад. Совершенно верно, Аббайес, совершенно верно. Возру Йонтов, а Тушаба, вот, Йонтов запретили за субботу. Ну, сколько, в принципе, законы Йонтова, очень похожи, да, на законы субботы, что если мы разрешим человеку, то есть логика, как мы всегда должны помнить, и как работает логика вот этой кзыры, да, из-за чего-то, да. Она работает так. Если человеку разрешить, разрешить окунать свои вещи в Йонтов, это ничего вообще никак не нарушает, никакой закон Тора не будет научным, ни один заичек не пострадает. Он, значит, он несет, подождите, он несет, значит, в Йонт, каждый Йонтов, он несет, там, что-то такое окунет. Теперь наступает суббота. Он говорит, ну, суббота же почти то же самое, что и Йонтов. Давай в Йонтов окунуть. Он говорит, ну, хорошо, вот у него есть водопровод дома, но водопровод испортился, сломал сегодня все эти водопроводы. Он говорит, ну, я всегда окунаю, каждый, 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 субботу я что-то там окунаю. Я пойду к речке окуну, все. Он нарушил закон Тора, этот мальчик. Понимаете? Отключили, да. Перебой у нас с водой пресной. Багдаль, да. Великий канал, пересок. Вот нам сами не нравится, как рабочая ситуация. И Абайе не нравится, как рабочая ситуация. Совершенно верно. Вы совершенно правы, мне кажется. Абайе уже такой старый, мудрый и, в сущности, очень успокоившийся на своей мудресной человеке. Абайе вообще известен своими отколками и подковырками. Своих современников там тоже шерстит в хор, в хостов-берих. Ну, в смысле своих ровесников. Там раб, ров, да. Он говорит, ну, послушай, ты сейчас навернешь там к за ровно, к за ровно, к за ровно, к за ровно. Уже забудем, зачем там всюду. Весь этот огород городился. Сейчас посмотрим. У ми газрина. Он говорит, а разве можно так делать вообще? Разве можно вот эти запреты наворачивать друг на друга? А что значит ми, да? Ми – это гаим. Ага, гаим. Да. Разве мы можем, разве мы запрещаем так? Разве мы такие постановления у нас? Но ведь у нас есть мишна. Но у нас дальше, в мишне, читайте дальше. Там дальше написано, что воду можно погружать в этот самый каменный сосуд, чтобы очистить воду. Но не окунать сам сосуд. Не очищать сам сосуд. Он говорит, если такой путь для нас открыт, если мы можем чоком запрещать все, что под руку подвернем, он говорит, давай тогда запретим это очищение воды из-за окумания. Потому что, естественно, потому что то же самое. Вот он сегодня очищает там в каменном сосуде, вот он завтра очищает в каменном сосуде. А послезавтра он окунёт в железное ведро. Сегодня у меня нет, да? Да, совершенно верно. Если это ловика действует, то мы должны были бы, казалось бы, в прийти те. А тут вроде и Бе Чамай, и Бе Вилель согласны, что, наоборот, так можно. Да, то есть не действует здесь, да. Поэтому Абайе говорит, вам сами не нравятся, и Абайе тоже не нравится. Вот, говорит, это же мы докатим сейчас до хрен, до докуда. И мы, может быть, мы могли бы докатиться до хрен, до докуда. Но нам уже поставлен предел. Вот здесь он, предел есть. И Бе Чамай согласны, что так можно. А логика нас, казалось бы, влепла бы туда дальше. Вот. Он говорит, нет, это случай непосредственно особенный. Это Раба ему отличается, собственно, опять же. Ну, Раба или кто-нибудь от имени Раба. Я уже не знаю, является ли это спор реальным или виртуальным. В некоторых ситуациях спор, который был реальным в начале, в конце уже становится спором субличности редактора между собой. То есть мы не знаем, говорил ли это на самом деле уже об Айе с Раба или от их имени более поздних адресов. Ну, тут вполне может быть, что и вполне еще спорящий пока реальный. Он говорит, вот, разве есть, он говорит, ну, да можно ли подумать так? Ветисбор. Да. Ветисбор, это, ну, как бы полагать, да? А разве, то есть, на самом деле, твое возражение нереальное. Почему? Потому что если внимательно подумать, то, получается, что случится совершенно другое. Он говорит, когда действует этот закон про очищение воды? Получается, это всего одно ведро воды, грубо говоря. Больше никаких, никакой ситуации выручить нельзя. Если у него много, если много хорошей воды, да, то зачем же ему очищать вот это самое ведро воды, которая сквернилась? Речь о том, что у него нет никакой другой воды. Сейчас, вот, это переведет просто... Еще раз. Вот, мы сейчас... Еще раз. Ветисбор. И ит ли ма им яфинь. Хан и ламали лимей ведли в ваша ка. Если у него есть хорошая вода, зачем ему это и вот этому ведру воды делать вот это вот странное очищение через... Прикосновение. Да? А, то есть, если у него есть много... Эландель Этли. Это... То есть, единственная ситуация, когда... Когда это все имеет смысл, какой-нибудь здравый смысл. Тизбор относится именно к здравому смыслу, да, с фора. Единственная ситуация, в которой... Это имеет хоть какую-нибудь разумную объяснение. Когда у него всего одно ведро воды. И оно сквернилось. Больше ему незачем, это все не надо. А если у него настолько мало воды, киван-далей, поскольку у него нет... Мизер Заир был. Он очень с ним оскорозит? Да. А, он говорит, нет, не совсем так. Он говорит, сейчас... Мизер Заир был. Нет, это водка. Это водка. Что у него, может быть, и есть какая-то вода. Но грязная, не питьевая. И какая-нибудь такая, такая медуза техническая, да. У него есть всего ведро, как бы, всего ведро питьевой воды. Вот, наверное, там субборная. И, коль скоро он ему все ведро... Он мизер Заир был. Он очень бережет, и чтобы они они сквернились. То есть, что ситуация, которая описывает бед-и-ля-ли-бед-ша-ма-и-минус-не, она редчайшая из редких. Такого практически не бывает. И там мы можем все, можем ее лишить. Еще раз. А, подожди, а никакой описывает ситуацию? Когда ему нужно делать вот в этот клиевен, да, в каменном сосуде, делать вот эту ашакану. Когда это бывает? Это бывает, во-первых, когда у него нет никакой другой воды вообще. И когда он еще при этом не уследил, чтобы она сквернил. Если у тебя было бы всего ведро воды, ты бы, наверное, встретил, чтобы она не скверняла. Правда ли это? А, я не знаю. Такое бывает там раз в несколько лет. Да? С кем? Из этого мы ничего, никакого вывода сделать не можем. Никто не будет смотреть на... То есть, привычки там не может возникнуть. Мы же говорим о том, почему мы господин. Я же не случайно говорил, а что? Потому что возникает привычка, которую мы, ну, по человеческой природе своей, распространяем немножко дальше, чем мы ей положим. Да. Но тут привычка не возникает. Такая ситуация очень величайшая изредка. Поэтому мы там не долго узорим, а там кем не дозорим. Говорит раба. Да, это аргумент раба сейчас. А из колодец в этом шабах? А, это серьезная сложность. В зависимости от того, какой колодец. Ой, не, ребята, это я точно врезать сейчас не буду. Это очень-очень серьезная, длинная тема в шабах, что если у тебя колодец у тебя, в твоем владении, в твоем владении, как можно сделать так, чтобы это не в твоем владении, а все же можно. Ну, это очень серьезная задача. Не будем сейчас в него врезать. Будем считать, что нельзя на всякий случай, да? То есть будем считать на всякий случай, что у этого конкретного хозяина, как бы, не нашлось, ну, обычно, все-таки, ну, как говорится, мог-то или не знаю. Обычному человеку стоит бочка воды нормальная. Ну, и как бы... Или там, я не знаю, действительно колодец в воде, говорят. Или что-нибудь такое. Не бывает такого, чтобы человеку вот прям воды не было. Да? А если вдруг окажется, что он действительно вот успел набрать ведро воды и все, то он, понятно, что вокруг этого ведра воды там построят три загородки, чтобы в него там никто не ходил, никто не кинал, никто не это за... И заодно никто не плевал и мышь никакая не сваривалась. Вот. Так что... Так что понятно, что он это будет беречь. И вот он раз во сколько-то лет не уберет. Ну, же, у него одни привычки, наверное, одни развивались. Значит, в этом случае понятно, что он не газрынен, потому что настолько редкие случаи мне... Нам важны только случаи, формирующие привычки. А остальные нет. Вот. Ракатадо. Вот здесь врата-татам-пля-прамля. Далее. Это татами-сорзаимов. Эй-ти-ви. Тут он, значит, ему возражает, приводит брайты. Ай-ти-ви? Эй-ти-ви это возражение, как правило, в произведении брайты. Брайты, ремешны. Да, это брайты из какого-то, ярушаумы. Да. Мадлинба дли тамэ. Вот, кстати, будет немножечко ответа на то, что... Он говорит, оказывается, все-таки есть ситуация, в которой мы можем подвергнуть очищению нечистый сосуд. И это конкретно нечистое ведро для вытягивания воды. Ты черпаешь ведром в субботу эту воду, и оно само автоматически при этом очищается. Боже. Это это. Что почему? Ты его кунаешь прикидываешь? Оно обязано очиститься, куда бы оно делось. В смысле? Оно физиологически как бы очищается. На уровне физического, конечно. Ну, в смысле, физика процесса такова, что она очищается с необходимостью. Никак иначе мы не можем себе представить. Он говорит, вопрос, можно ли это делать, да? От нас-то зависит не... В данном случае, вот это вот самое... Тума и Тара рассматриваются как физические состояния. С ними ничего не делать нельзя. Это закон природы. Если мечта... Не то само по себе оно, я не понимаю. Да оно само по себе по воду не уходит. Нет, я понял. Ветро само по себе, оно чистое или нечистое? Нет, оно нечистое. Они говорят, можно черпать в воду нечистым, отшверненным ветром, и оно при этом очищается. Всегда. Это что же всегда? Если ты окунаешь... То есть, неважно, какой у тебя дома ветро, ты его окунаешь в колоде, оно всегда со мной нечистое? Определенно. Почему, сори? А почему же так, да? Что, почему же? Не окунуйтесь с намерением, не уносите. Да, мы не будем сюда, не будем сюда. Давайте мы... Да, там это очень... Это действительно серьезно сложная проблема, которую мы там ходили и обсуждаем. Это намерение очистить бедро. Согласно тому, там есть формы, я думаю, за лицами. Один считает, что намерение важно, а другой считает, что намерение не важно. И согласно тому, кто считает, что намерение важно, значит, пусть будет намерение. Согласно тому, кто считает, что намерение не важно, пусть не будет намерение, это не важно сейчас. Мы сейчас обсуждаем, но нет. Но это проще, что нельзя очищать в шабах. Правильно. А вот оказывается, а вот однирствоваться, оказывается исключением этого. Это какая, в чем-то есть исключение? Исключение в том, что тебе нужна вода, а не очищение ведра. Совершенно верно, и это не говорят, ровно об этом и речь. Он говорит, у нас есть брайка, который позволяет нам, вот у нас нет воды, совсем нет, вообще никакой воды нет, зато есть колонец и ведро. Ведро правда, ведро правда, упала мышь. Ну мышь-то мы выкрикнули, да? Но ведро-то осталось оскверненным, правильно? Теперь, что делать? Воды-то нет. Мудрец и говорит, ладно. Ладно, тогда можешь окунуть, ну понятно, с соблюдением всех субботних на воротах по поводу набирания воды вообще, если ты их соблюл, то и при этом набрал воды этим самым, которым оно очистилось, потому что он не умеет иначе делать. Вопрос, почему мы ему не запретили этого делать? Да, мы же можем воздействовать с другого конца. Не с физическим, но с физическим законом воздействовать не можем, да? Они работают сами по себе. Вот. Ну если считать, то мует ору к физическим законам. Подожди, но ведь мы же только что говорили, что физический закон не очистился, когда ты берешь ведро, до этого, когда вот в каменный сосуд ты окунаешь в них, и вода очищается, а там ты берешь ведро, и оно не очистится? Нет, нет, Аня, вот здесь ошибка. Оно очистится, только просто тебе делать это нельзя. А, так оно да очистится? Оно физически, конечно, очищается. Нет, если ты в нарушении всего этого, ты понесешь всю свою посуду, не важно даже, не нужно тебе там набирать вод, не нужно тебе набирать вод, ты несешь свою посуду вмиг, погрузишь ее вмиг, она, конечно, очистится. Только ты будешь преступником. А здесь разрешают именно потому, что нет воды? Здесь разрешают, да, у тебя нет воды. А поэтому? Да, конечно, потому что тебе нужен набор воды, а не очищение ведра. Очищение такое будет шествовать? Да, а такие вещи вообще, вообще в субботних законах есть тенденция разрешения. Мы говорили об этом, что это спор между Раби Шимоном и Раби Удой. Раби Уда считает, что даже побочные эффекты не спасают нас от нарушения субботы. Раби Шимон говорит, а, если ты тащишь, ну, там, классический пример, если ты тащишь свою кровать по двору, и она делает бороздубь. Да, а Раби Уда будет смотреть на это как на пахарку. Ну, мне-то нужно кровать перенести. Ну, мне-то, почему, по своему двору, почти проблема. Нет, да, лоха идет как раз по Раби Шимону, а лоха здесь послабляющая. Ну, по крайней мере, талмудическая лоха, я сейчас не выдаюсь, в том, современной овощи. Ну, а следующий день в этом бороздубь постели что-нибудь будет. Ну, что, а следующий? Нет, ну, тогда ты, может быть, ават, тогда ты, может быть, задним числом дашь понять, что тебе нужна была эта пахота, и тогда тебя растерзают уже, уже готово. Ну, мы сейчас имеем в виду лифитуму как бы, да, вот, реально ему нужно перенести тяжелую кровать. Вот этого сарая, там, дом, да, он при этом, но он не может ее прям поднять, да, она отволочится. Да, она делает царапину на полу, да, да, она делает царапину на полу. Раби Шимону говорит, ну и что, мне-то нужна кровать на царапину. Так и тут, я думаю, что здесь будет работать ровно та же логика, да, мне нужна вода, а не омывание ведра. Поэтому мы можем это позволить. Но ведро не умеет не стать чистым при этом, да, оно просто физически так не может приступить, да, оно автоматически очищается. О, она, именно потому что, он говорит, что раз есть такая брата, ваеида, нигзурдиль мат или откули бейны. Он говорит, а если у нас тот принцип есть, что мы можем огульно все запрещать из-за, да, из-за нехороших последствий со всем другой ситуацией, почему мы не запретили этого? Из-за того, что в следующий раз он будет просто пустое ведро окунать, ради окуна не ведра. Это ровно то, что я здесь сказал. Это аргумент Абайер, говорит. Аргумент Абайер против того, что, против логики Рабы, что мы это из-за этого, а это из-за этого, а это из-за того, и мы уже забыли давно, что там было в самом начале. В самом начале там действительно было нарушение субботы, да, когда он несет, несет утро в миг. Но мы-то уже не в субботе, да. Мы вообще в Йомтире и в своей миге домашней, и никто никуда никого не тащит. Рабы говорят, ну запретим из-за этого. Но если ты так повелся запрещать. Вот давай возьмем вот этот случай. Человек каждую субботу черпает в обуви своего колодца, не думая о том, чистое у него ведро или нечистое. Иногда оно чистое, иногда оно нечистое. И он знает, что на выходе оно будет всегда чистое. Поэтому в какой-то из разов ему нужно будет именно ведро, а воды в него залейте. В какой-то момент ему нужно будет именно ведро. И он покрутит это ведро ради того, чтобы очистить ведро. Если бы эта логика работала, то тогда он бы работал и так. Нужно было бы запретить это. Но это шаны, а там. Здесь это другое дело. Митошу лоутралу, эл алидэй дальё за куду. Из-за того, что ему разрешено очищать это ведро только черпанием им, он помнит об этом. То есть он не может окунуть ведро вот так, например, вверх ногами, да? Единственный способ очищения этого ведра это зачерпнуть ему воды, полное ведро воды. Тогда он будет очищен. Он помнит об этом, да? Он помнит, что вот эта операция его разрешена, он копает в уголь и нет. И это, конечно, кошерка. Почему? Если в воду тонн зачерпнул. Намерение нужно сделать? Это будет не очень хорошо со стороны, но нужны намерения? Нет, я даже соблюдать так не буду. По некоторым мнениям нужны, по некоторым нет. Это отдельный, отдельный и неинтересный здесь от кого. Он говорит, не важно, может быть, у него и сам, и может быть, ему для очищения везда тоже нужно намерение. Даже в этой ситуации. Ну и что? Намерение-то, намерение-то, где он и пришьешь? Ну, не, ну, где ты пришьешь, а где ты не пришьешь? Вот. По крайней мере, здесь явно не пришьешь. Ну, явно не пришьешь. Героятно так бывает. Да? Везрох очищается пока. Единственное, что мы можем сделать, запрещите ему это дело. Он говорит, не, ну, мы не будем так вот делать, потому что он, потому что мы, всем понятно, что он не, не, это самое, не вилки туда окунает, не в ложки туда окунает, а просто ведром черпает воду. И это то единственное действие, которое он может делать, и он будет помнить, что это все. А в деле не соян. Что ты говоришь? А в деле совершенно мучайный, это ведь витка, которую вы можете проводить. Это отдельная история про можно ли окунать клипы то в клей, это другая тема, но ее тоже касаться, нет, нет, ну, нет, оно еще, вилково очистится, ежу ясно, ну, вроде бы как по здешним понятиям получается, что вилково очистится, но, но опять же, ты хочешь чувствовать себя преступником или чё? Мы не, мы, вот, это важно, кстати, понимать, да, что здесь мы разговариваем, вот здесь мы ориентируемся всегда на людей, которые чувствуют себя преступником или не хотят, да, у нас нету, как бы, мы не обращаемся к людям, эти все законы слишком легко обойти на самом деле, да, при желании, да, все, все обращения идут к людям, условно говоря, к тем, которые дорожат принадлежность к сообществу, ориентированную внутреннюю, в большей части, в большей части, в большей части всего и конкретно в этой дискуссии о Сочи, конкретно в любой дискуссии о Туме и Таре, да, потому что, вот, буквально у меня было на вчерашком уроке, это, они просто очень ясно это понимают, что все эти вещи обращены только к Хавелью, да, только, только к людям, дорожащим своим, своим членам в сообществе, вокруг мудрецов, да, потому что, потому что, если ты все это скажешь Амаруц, он пошлет на все луквы, которые знают, ну, понятно, что никто этим, ну, это все, вот, и для Амаруцов нам нужно хотя бы, чтобы он там, и для Амаруцов мы делаем как раз вот эти все, и Рувин, там, и все вот это, нам главное, чтобы он там, вот, прямо в наглую, там, нам в лицо не клевал, да, вот, это уже, и это уже достижение, а, может, его дети там, кто-то умнее, вот, но все это обращено, разумеется, к людям, которые, как бы, ценят свою соблюдать, свою соблюдать. Играют с нами в одну игру. Играют с нами в одну игру, да, и обратите внимание, все, что мы здесь обсуждаем, все эти взрывы, это не о том, что человек скажет, а, раз это можно, так я же уже и это сделал, нет, он просто забудет, что такое взрывы, да, отсюда вот эти взрывы, да, Раба говорит, мы запретим этого из-за этого, а это из-за этого, а это из-за того, но не потому, что мы скажем, что если человеку это не запретит, то он в наглую будет делать и вот это, а это уже запрещено, нет, а просто потому, что он привыкнет делать так, а потом станет делать вот так, а потом привыкнет делать это и станет делать вот это, а это еще разрешено, но в какой-то момент он забудется, сделает уже вот это, а это уже тоже запрещено. Вот как работает, да, не в том смысле, что он там считает, что мы, но да, в некотором смысле, что внутри каждого человека сидит внутренняя Амарац, он называется Ецарара, на более научном языке, вот, и он-то как раз, мы-то думаем, что мы забыли, а на самом деле, вот, ну, не надо его распускать, не надо, вот, значит, это раба так, в некотором смысле, это, говорит, раба, а Баир говорит, ну, хорошо, но нельзя же, как бы, обложили запретами просто по всей, со всех сторон, уже в своей бане не помойся на домашней, как бы, что-то такое, вот, он говорит, и вот же у меня пример, говорит, вот это можно, вот это можно, а можно могли бы и запретить, между прочим, вот, если в твоей предметов он называет, эй, тиве, он ему еще одно нравится, клише не куман и эр в ёмте, эль мы билимо то б ёмте, б ёмте, ну, билимо то б ёмте, да, если некий предмет осквернился, осквернился перед ёмтеом, его не нельзя окунать ёмте, но если там, скорее всего, сам ёмте можно окунать ёмте. Перед ёмте это в шаббат? Не, не обязательно, в другой, в другой, в другой, не, мы уже вышли из этих рамок, вы именно, да, нет, это братья из другого места совсем просто, она, она как-то не имеет отношения, это из какой-нибудь Тосеста Дейца или что-то такое, мы вообще не знаем откуда. Интересно, почему? Что почему? Почему вот эта странная братья, что она имеет за на таком уровне? Я не вижу ничего странного здесь пока. Подожди, не важно же, это же, как ты правильно сказал, ты приходишь, пришёл в ёмте, бац, опаньки, а у тебя она, это самое, уже от ума, ну, взял её и окунул. И точно так же, если в ёмте она у тебя, ещё какая разница? Объясню, очень просто, мы обсуждали уже этот аргумент в первой главе, что в ёмте у человека особенного нечего делать. У него есть тенденция, вот у нашего внутреннего амара, если так сказать, есть тенденция собирать все разрешённые дела, наверное, сам в ёмте. Поэтому, если тебе этого не запретить окунать, то ты соберёшь со всей недели всю твою оскорнённую посуду и будешь её нарочно накладывать именно в ёмте. А это не должное настроение. В то же время, если она у тебя даст, вернётся именно в ёмте, то у тебя выбор, грубо говоря. А если есть ещё другая посуда? Ну, если есть другая посуда, то лучше отложить. Но можно и не откладывать. То б ты не мог подумать об этой конкретной тарелке за год, а других конкретных тарелках мог, и лучше бы сделать. Но лучше бы? Нет, нет, ещё раз. Лучше бы это в данном случае нельзя. Нельзя иначе. Ещё раз, он говорит, сейчас мы рассматриваем это именно как аргумент в сторону Абаея, да. Абаея говорит, разрешили, разрешили эту тарелку? Вот же ж, разрешили ж. Он говорит, а если бы тут там все сидели такие, как ты, они бы запретили им и так, нигзовды ёмтов, а тундеэры в ёмтов, а если бы твоя лобка была верна, мы бы запретили эту тарелку отскорнённую в ёмтов из-за тех тарелок, которые отскорнённые в ёмтов. Тумабы ёмтов мил-то до лёшкиха. У мил-то до лёшкиха логозруба работает. Он говорит, а сквернение в ёмтов штука редкая. Ну, понятно, потому что люди следят за чистотой всё же. Опять же, мы имеем в виду людей, которые вообще к этому хоть как-то относятся, да. Люди в ёмтов следят за чистотой, а сквернение в ёмтов дело редкое, а редкие дела не подлежат особенным забредом. Логозрение был рабов. Эйтивы. Это этап маскарабы, да. Всё это время идёт диалог об айе и рабы, да. Сейчас он ещё обалет. Он ещё обалет следующее выступление, да. Он уже приводит третью брайту, если я не ошибаюсь, если не ошибаюсь. Эйтивы. Третья брайта. Истосэфтэ бейтсэ. Клишэне тма бэ а ва тума эльмак бэлимак бэлимак бэлэмак 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 бэлэмак. Так. И придётся влезать в это. Значит, тума, вот жалко, что у нас здесь нету доски. Вот сейчас, как раз, он ещё подождёт к глазу. А её вообще уже нет. Доска есть, и даже уже вторую неделю все, кто занимается в этом месте, говорят, что надо повесить доску. Ну, когда не повесить. Ладно, я сейчас на пальцах. Я пока на пальцах объясню. Я всё равно всё не помню. Значит, он... Значит, когда мы говорим агвавалад, да, мы... Ну, есть, на самом деле, больше, но две основные, грубо говоря, сферы, где эти термины применяются. Папа и ребёнок. Агвавалад. Значит, это сфера субботняя. Агвот налаха и владот, да. И сфера тумы, да. Агвт тума и владт тума. Значит, они принципиально... А, ну да, есть ещё... Есть ещё агвот и владот бенезики. Агвавалад и владот бенезики. Но это... Ещё раз. Есть принципиальная разница. Что такое... Агвот налаха и владот налаха — это название категорий и предметы, которые лежат в каждой категории, да. Ничего больше. Они логически практически не различаются между собой. Агвт тума и владт тума отличаются собой логически очень сильно. То есть, агвт тума — это первое затумление. То есть, то, что, собственно, порождающее затумление. Вот. То есть, человек, коснувшийся мёртвого тела, является агвт тума. Он сам является, да. Вот это вот. Он... Эта тума его называется агвт тума. То есть, это первый, кто получил? Это нулевой. Агвт тума — это нулевой. Дальше у нас идёт... Что? А мёртвое тело — минус один, да. Ну, это единственный такой случай, да. Там дальше... Их там несколько категорий разных, да. Шерц, там, Зав, там, да. Ну, куча-куча всякого всего. Вот. И всё это... Всё это агвт тума. То, что... Тот, кто... Или то, чему оно передало эту туму, будет Влад Туман. А дальше будут уже следующие стадии, придуманные мудрецами, когда это всё играет дальше и дальше и дальше. Теперь так. Теперь так. Теперь так. Он говорит... Клише нитмабе аватума. Да? Если некий сосуд осквернился... Ты сейчас где? Я сейчас вот это бральку пытаюсь разобрать. А. Идти в отличие нитмабе аватума. Если некая... Посуда осквернилась. Посуда осквернилась, да. Вот этим вот основным осквернением, да. Отцом скверны. Нет. То есть, скажем, человеком? Или что это может быть реально? Нет. Сама посуда оказалась в помещении, где тот умер. Или в неё упала муж. А. Она сама стала? Сама стала аватума. То есть, её тума... Нет. Она не сама стала. Не совсем сама стала аватума. Её тума стала аватума. Вот. Эта мышь... Мёртвая мышь будет аватума. А она осквернилась этим аватумом. Да. Это тероидальная вещь, да. Какая? Ну, история следующая. Даурай твоя. Ну... Теперь... А я думала, как отчип будут делать. Теперь. Если в этот сосуд налить, например, жидкость... То она примет вело от тумы. Жидкость. Да. А дальше она будет передавать уже тумы. Тумы там следующих степеней, которые мудрецов... Выгонят мудрецами. Друг... Друг гомеопатических. Нет, гомеопатических. Всего до четвёртой. До четвёртого разведлили. А потом всё? Потом всё. Нет, больше четвёртого уже нет. Не бывает. Ах... Понят, что вы думаете. И это... Теперь, значит... Теперь, значит... Что такое... А не тумы там тума и мы делим это тумы, да? Чекундочку. А можно разобраться с тем четвёртой степенью? То есть первая степень мушку на руке в бедре. Вторая степень этой водой кого-то облили. Тридцать степень? Нет, не облили абсолютно. Сама вода. Нет, сама вода. Сама вода. Сама вода. Тридцать степень выпили, а четвёртая потом вылезли. Да, ну, вроде того. Или переливание с посуды в посуду. Ну или переваливание с посуды в посуду. Не считаются? Прости, пожалуйста... Тридцать и четвёртой, они не считаются? Кем не считаются? Торой нет. Не, мудрец. Они как раз считаются. А мудрецам считаются? Они будем Respite. Ну, вот ещё раз. Если бы под доской даже нарисовал, как это работает. Дело в том, что третья и четвёртая степени работают только для... Только для Трумы и Кудашин соответственно. Третья для Трумы, а четвёртая для Кудашина. Больше они не работают, больше никто этого... Нет. Кроме того, существуют такие странные люди, это опять же, я исходил в санцетиры. Кроме того, существуют такие странные люди, которые называются хулин альтарата кудыш. Которые едят обычную вещь, как будто бы она была жертва. Это ещё особенности. Вот они берегутся и от четвёртой Трумы. Но это экзотика, это фрики такие. Можно и не отследить, но лучше отслеживать. Нет, что значит можно не отследить, а как ты будешь сам? На всякий случай, когда они погибли водой, которая не видна... Так на всякий случай, да вот поэтому мы как раз вчера веселились, что они, наверное, и жили-то в микки просто обычные. Такие люди, которым это было случайно важно, они жили обычно в микки. Но им там много раз так у нас, да. Ну, Коэн, например, за время, за время служения как-то по хамбам. Ну, а есть там своя микка, но он там всё время. То есть, руки-ноги он моет вообще постоянно, перед каждым порт пережит, пускай каждого всего. Ну, и время от времени, я думаю, что это не дух. Смотрите, посмотрите на собъём. Есть такая же, да, известная полезность, да, людей? Редко очень, когда человек всё время моет руки, он моет всё время. Душевное время. Ну, да-да-да, так может быть, может быть. Не, не очень редко, я на сторону. Корни по том, что... Может быть, может быть. На самом деле, я подозреваю, что если ему объяснить, что это просто тума, то им будет постоянно гораздо легче жить. Там особой чистоты как раз не надо. Так, продолжим. Итак. Вау. Он говорит... Итак, значит, то, что сквернено тумовым папой, не... Сам сквертно? Сам сквертно, да. Сам сквертно, да. Значит, не очищают, не погружают в ёмкость. А то, что тумовым ребёнком, значит, сыном сквертно, да, мы же... Того уже можно. Бэйвик. 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 Киндер, да. Не... Вэймэйта, нигзерга, туга. Он говорит тогда, а если... А если твоя лудька опять же верна? Да. Чего же нам не спросить? Это из-за того. Кто-то совсем легко захватывается. Ну... Кому легко, а кому и наоборот. Он сейчас опять скажет, что дело другое. Да. Влад Тума... Он говорит, Влад Тума, эйхо, Мишка. ГБ-куанин. Куанин за резины. Вот. Я предсказываю. Он говорит, где имеет значение эти Влад Тума, вот эта длинная передача там. Где? Прежде всего, Куанин. Которые, а, едят Труму, и б, служат ФРА. Они, конечно, следят. Они за резины, да. Считается, что Куанин хорошо разбираются во всех этих законах и не будут как бы это... И не будут, по крайней мере, делать выводы, да, что раз может и это, то можно и то. А, подожди, а простым людям это не актуально. Им пофигу. Простым-то людям пофигу, у тебя сквернен он в ад туну или не сквернен в ад туну. Это до бытовых случаев никак на тебя не влияет. И влияет только до другой. Он же, нет, подожди, он же ведь тоже, это же простой человек может начать все окунать. Что он может начать окунать? А он не будет окунать для влацумы вообще, ему это не надо. Он тронуть не ест. А если он не к мае, то он считает, что... Нет, если он фрик и делает кулина-альтера такой, что он должен разбираться на всяком случае с ка мае. Нет, а если он не разбирается, это а в ка мае или влацуме? А кто он не разбирается? Он берет и окунается в чоне попы. Нет, 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 нет. Так, это тогда... Еще раз. Либо тогда он идет к правильному, либо он не делает другую. Таких людей не бывает. Можно начать, если это влацуме, то есть не время на родине, если лицо имеет значение только для помойки. Да, 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 да. Именно так. То есть для воды просто... Именно так. Он говорит, влацума, им кантеку. Де медаурайта тавор, маалеву, шеин клетаны, а влацума, а вот это даже, еще, еще каваловича. Каде тава баконишкатин это дальше. Главное для разводства, что а вот тума и то, что заражено ими, это история. А влацума это медаурайта. А медаурайта они пришиты именно ради куэнских штучек, ради трумы и кодаши. А влацума они возразимы. А зачем они это сделали? Прости, пожалуйста. А вот именно для того, чтобы, мне кажется, опять же, я не знаю, зачем... Чтобы у вас те, кто посвящено? Понимаешь, вопрос к сожалению или к счастью, на самом деле. Вопрос, зачем мы это делаем, мудрецы сами себе и своему читателю не задают ответы, но не выдают. Это очень хорошо, на самом деле, потому что мы можем об этом подумать сами. Вот. На мой взгляд, тут много, но тут много этого сажено. Да, много интересного. И для секты посвященных, да? Для того, чтобы поставить некую границу между теми, кто мы, и принадлежать к нам, к нашему сообществу. Потому что хабача. Для того, чтобы внутри этой секты посвященных выстроить еще иерархию, как бы, а мы вот еще лучше. А вот откуда берутся вот эти фрики, которые у Хлингху и Мальта атакуются? Они это, они сами есть. Те, которые сами писали никакие не поэли, там ничего такого. И жертв вообще уже давно никто не бреносит. Но они делают вид, что как будто бы они, значит, едят жертвы. А в каком смысле хабача человек делает? Делают эти устражения свои, которые у других нет. С песком, например. Я думаю, что они только шабах хабача делают. Вообще, я конкурсер. Ну, перец, перец, перец. Перец много кто не ест. В смысле, перец только. В смысле, и кошерная еда? Да, потому что нельзя чистить. Просто овощи, нельзя почистить. Но перец его нельзя почистить. Пожу на себя. А, перец такой гамбатый, Миша, да? Можно. Прости, пожалуйста. Я не был тем. Нет, подожди. Нет, ну просто у нас есть. Если вы можете прикоснуться с хабачом, то есть, что вы не едете, а поднимите. Они, например, не едят ничего. Они не едят ничего хабача. Они из ПЭСов едят только то, что они могут сами конкретно приготовить. Только из того, что есть. Они не покупают ни в том случае какой-нибудь там кетчуп или что-то, на котором написано кошерная ПЭСа. Нет, они не едут. Они возьмут, сделают все там помидоры, посыпут их соды. Не знаю. Так а помидоры как, в Лениновской жару-то? В Руссии? Нет. Так, наверное, как же кетчуп-то сделать, я не понимаю. Помидоры как раз можно. Ошкурить, да. Да, это как раз легко. А перешкурить не скидя. Что-то, что, ребята, давайте мы еще и таблицем. Я могу так сказать, что они это сделаны сейчас в современном мире. То есть, то, что ты сказал, едят хули на тара, это просто берет любой человек? Или это именно из Гоэна? Не-не-не, почему из Гоэна? Просто какой-то человек, который... Какой-то человек, который говорит... Да, да. И говорит, я даже вот куда обычно и веду, и как будто это... Как будто бы это было... Как будто бы это была жертва. Для чего? Для чего? Для того, чтобы быть все себе, по принципу, у нас обращается. Это в христианстве не очень, а у нас как раз считается, что... Дико круто, че. Ничего это таковым не считается. Ну вот, а у них считается. Ну ладно. В смысле, я не знаю, а почему у тебя... Ну, в смысле, к ним, возможно, относятся с некоторой иронией, да. Но... В смысле, мы ко всему, в общем-то, относимся с некоторой иронией. Нормально. Вот. Но... Ну, слушай, ты пронеси эш-зара. Ты чего пронесишь зара? Чего пронесишь зара? Просто 18 раз в день окунаются. Он берет и делает еще плюс того, чего не сказали. Ну, че? Ну, подожди, а что случилось? Нет, а что значит... Прости, пожалуйста, что он такого делает? Он просто хранит свои продукты. И достаточный, честный, допустим, самого себя. Нет, это зависит от того, что мы имеем в виду. Пойдите, пойдите. Мы сейчас вступили, просто мы обсуждали другие темы. А мы сейчас вступили вот ровно в ту самую тему, где... Я имею в виду ту малотару. Где, 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 на мой взгляд, это... Вот я и говорил, что... Я и говорил, что именно в этой теме эта иерархическая лестница, она и струится. Да? Там, где соблюдение... Соблюдение, несоблюдение, там люб ты соблюдаешь, люб ты нет. А здесь нет. А может быть, это все для того, чтобы память о храме не ушла? Думаю, что и в том числе и из-за этого. В том числе. Но я так понимаю, что они... Ну, мы не знаем, на самом деле, как это работает, но они... Такое ощущение, что они говорят и о храмовой действительности тоже. Что внутри храмовой действительности есть те, которые к этому относятся по лучшему и по лучшему требованию. Храм еще не разрушен, он еще стоит. Они тоже пишут, когда шоу... Вот я поэтому и говорю, что мы их хреном знаем, когда это все формировалось и когда. Может быть, и в память о храме, как один издравил. А может быть, еще при храме, когда все это делилось на секты, и каждый был важен, как бы, свой какой-то... Ну, свою правоту каким-то образом там крепить какие-то действия, например. Может быть, это... Там, я не знаю, вот секты Мертвого моря, известно же, Телеги, да, что храм еще стоял, во всю память еще 200 лет стоял, а они играли, как будто бы его нет. Тоже можно. В некотором смысле даже еще интереснее. И там формируется вот эта вот... Там, собственно, формируется литургия, как бы постхрамовая, но на самом деле еще при храме. Там же формируется... А в храме играли как будто они? Они считали, что это все формируется безнадежно, и они не могут в них участвовать. Поэтому они селились там, и... Там же вот эта вот самая Тума и Таара, оттуда же, собственно, там расцветает пышным цветом. Это сложная Аллахана и все это. Именно по этому. Именно потому, что у них как бы... Это так меня учили. Я перезовю слова учительщики. Либо когда храма существует, но за него нельзя быть по каким-то моментам, либо как бы, чтобы осталось... Да, 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 да. То есть это... Это сложный комплекс всего, понимаешь? Храм определенно играет, играет. Иначе бы это все не имело бы большого смысла. Да, потому что... Понятно, что все это завязано на читате жертв, на читате людей, которые... Но... Но мне интересно, как это... Именно как это развивается, да? Куда это, собственно, все идет? А идет это туда, что... Что при храме-то к этому относились существенно более расслабленно, чем в тех кругах, где это практиковали в опте. Да? И опять же, есть свидетельства. То, что могли принять в храме, они ни в коем случае не приняли. Так что... Вот так вот. Выклонимся резинами. Значит, отмазался он по какому-то пятому или шестому разу. Этот самый раба, да? Но он тебя... И все однотипно отмазал. Все это... Ну, что однотипно? Все... Это у нас все довольно изобретательные. Он говорит, а это другое дело потому что, а это другое дело потому что. Но, в смысле... Нет, он... В смысле, что все эти случаи, они редкие. Или в этих случаях... Ну, в каком-то смысле. Но это в любом случае. Любая отмазка будет устроена в некотором смысле так. Это другое дело потому что... Ну, нет. Нет, ну, смотри. Потому что редко. Нет, нет. Когда он говорит куаним с резинем, это не то, что редко. Нет, потому что редко... Нет, куаним это явление. Он говорит... Но редко, что в смысле, что они не будут... Что редко куаним это случится. В этом смысле. Нет, куаним это вообще никогда не случится. Потому что у них ментальный труд. То, что они с резинем, это не то, что у них руки-ноги быстрее двигаются. У них просто мозг заточен на то, чтобы разделять вот эти вот вещи. Что автума, что в латума, то они просто носом чутят. И это... Нет, это немножко разная отмазка. Потому что когда он говорит миль-то-нош-киха, да, это редкие вещи. Это именно что редкие вещи. Это не явление. А куаним это явление. Да, для них это как раз обычная жизнь. Но они внутри этой обычной жизни умеют понимать, какой там решен ли тума, там рви-ли тума, да, он... У него все это по полочкам. Могу себе представить, что у него в шкафу он стоит буквально там, наверное, полочкам. И что он этого... А, да, 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 рви. Ну вот. Тактует. Уже его. Да. Короче. Вот видите, это я могу есть с трумой, а это я могу есть с фоджем. Они... Ну, я не знаю, экстрасенсы. Ну, я не знаю, экстрасенсы, в смысле... Я думаю, что они просто сенсы. Нет. А просто это мы уроды. А у них это вот... Это просто была повседневная жизнь. И в этой повседневной жизни они дико хорошо разбирались. Ну, потому что иначе акад. Вот. Это другой немножко, другой характер аргументов. В смысле... Не то, что это редкий случай, но как раз очень частый случай. Но это частый случай с теми людьми, для которых это важно и которые выбираются в этом. Ташма. Дамарахия бараши амараб. Нидаше эйм лаб гадди. Это уже точно... Это уже... Нет, не точно. Не знаю. Виртуально. Может быть, она скоро уже виртуальная. Может быть, еще и нет. Ташма. Дамарахия бараши амараб. Нидаше эйм лаб гадди. Ниа рэм лаб гадди, то вылет б гадди. Значит, представим себе девушку, да, у которой, значит, месячные. Вот месячные кончились. Вот она там отчитала положенный срок. А другой одежды у нее нет. Нет, только та одежда, которая не имеет. Да? Она говорит, она может немножко схитрить миа рэм. Помните, у нас было уже эту тему. И окунается прямо в одежду. Что? Окунается в одежду. Причем, имеется в виду, я так понимаю, что в Йонтавре, в Шаббат, да, что-то вроде этого. Разве можно окунаться в одежду? А как-то я понимаю, разве можно окунаться в одежду? То есть в одежду нельзя окунаться. Более того, сейчас... А вот в такой ситуации можно. На какой-то такой... А вот такой. Ты собираешься, почему-то идешь. Ну и дальше что она... Она не может отдельно, понимаешь, она же не может отдельно окунуть. Речь идет, опять же, про Шаббат-Рьонку. Она не может снять с себя одежду, отдельно ее окунуть. Потому что одежду нельзя окунать в Шаббат-Рьонку. Она может окунать только самую себя. Ей приходит самая, в вас в один. Значит, она как-то подымает, так как выратишь. Что-то сцами его, не знаю. А, потому что если она кунет с одеждой... Да и придется в голую домой. Потому что она ее наденет. А и она опять оскорнится обратно. Что ты говоришь? Что нужно ночью? Ну, я не знаю, ночью или не ночью. Ну, как еврейская женщина, эти голые зубники, они говорят, что, наверное, не кашляют. Вот, они говорят, а если твоя логика, опять же, работает, что давай запретим это из-за того, то давай запретим ей это. Потому что в следующий раз она скажет, ну, какая разница? Давай я по очереди, как она сама себя отдельно, а девочку отдельно. Ну, ты сказал-то, да. Это будет бетуль при европе. Да, это самое. Не-не-не-не, ты... Ну, когда она не сможет ее, ну, это самое. Ты же... Подожди, если вы сейчас не обеспечаете, не знаю, проектированная тема... Сейчас, ну, в чего присядут. Сейчас чего-то не изобретят. Но они-то добрые. Это существует очень гуманно. Они говорят, нет, она может так унуть. Они специально это метят термином «меареме». Это уже на грани фула. Помните, у нас были люди, которые, например, говорят «меареме». Типа обманывают, хитрят. Это уже хитрость. Это разрешено, но буквально на грани фула. То есть это как бы... Да, уже... Это она берет на себя некоторые уже полученные ответственности. Ну, если ей это разрешить... Вот сегодня она окунулась в одежке. И еще через неделю она окунулась в одежке. Еще через неделю... Ну, так не бывает сейчас... Тут пришла зима, она окунулась в пальто. Еще через месяц. Нет, пришла зима, она окунулась в пальто. Ладно, она... На третью субботу она просто спит. А какая, собственно, тебе не разница? Товерясь с ним учитывая эту одежду. И отдельно ее окунули. И вот тут она опять наручена. Почему из того, что она окунается в одежде, и придет, смотри, в голову окунуться отдельно? Это я просто... А, ну, неудобно, чтобы в одежде... Зима, потому что это не в этом... Да, здесь не зима. Наоборот, она не может это не запомнить, если она в одежде, а в дуна... Нет, что-то не зима. Еще раз. А это может быть сейчас... Это может быть ответом будет. Нет, он говорит, это именно тот аргумент, который он выдвигает в ответ. Он говорит... Из-за того, что ей разрешено только именно вот так, вот таким образом, в отдельной акунации. Она помнит, что это отдельно нельзя. Окей, значит, Абайе выдвинул там 6 или 7 аргументов, да, 6 или 7 аргументов против идеологии раба, что можно делать зо-а-лик-зо-р, зо-а-ту-зо, да? А-ту-да, а-ту-га. Вот. Все они были тем или иным способом как бы завалокированы, оккупированы. На этом, собственно, пока это обсуждение закончилось, да? То есть идеология рабы пока вроде бы устояла, да? Он говорит, почему... Но на самом деле она по большому счету никак не устояла, потому что куча-куча всяких других случаев не устражает. То есть нет у нее на самом деле идеологии. Хорошо, но еще раз, мы же говорим так. У нас известен ответ. И ответ такой, в субботу и в празднике нельзя окунать культуры. Да. Да? С этим все согласны. Кулиально, да? Береги, бери, 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 все согласны. Вопрос, почему... Это какой-то вирус... Ладно, неважно. Значит, вопрос, почему... Он же не придумывает этого самого, да, этого закона. Он просто дает ему объяснение, почему. Это, наверное, потому, что ее нельзя носить. А, он дает объяснение. Он говорит, а, ну, хорошо, а объем-то можно носить, и что? А объем-то из-за субботы запрещено. А если у кого баня в дом? А это из-за того, у кого баня не в колодец. То есть это не идеология его выстояла, а объяснение? Да, объяснение. Объяснение, да? Теперь, значит, глубокий вдох и какое-то другое объяснение. Равьосов Амак. Взирамиш он схитар. Он говорит... Равьосов говорит, это из-за выжимания. Да? Если ты повадишься окунать свою одежду, например, в субботу, то ты же ее тут же и выживешь. А выжимать нельзя. Вот. Нельзя выжимать. Да, выжимать. Вот. Амар ля бая. Амар ля бая. Значит, ты тут поспел. Значит, амар ля бая. Тейдак келим де бне скитанину. Келим де лап не скитанину. Майи калима. Он говорит, ну, это... И еще это про одежду, да? Про то, что можно выжимать. А про то, что выжимать нельзя с тарелкой, например. Тут-то о чем разговариваю? Он говорит... Амар ля кзера аны ату аны. Он говорит... Это запрещено из-за того. То есть логика там та же самая. Просто объяснение немножко другое. Он говорит... А дорожка-то та же. Он говорит... Когда он поварится окунать тарелки, то в следующий раз он рубашку откует. А как окунув, то тут же и выжимать. Нехорошо. Вот. Айти мы коль ганны тьюфта. Тьюфта. Вашан и лак и дешаным. Он ему тут же выдал весь этот набор наших кушьот, которые у нас уже были. Ну, которые он задавал ради. А радио сэф выдал все те же самые ответы. Логика-то у них одинаковая. У них только опора первоначальная разница. Что ты делал? То, что он раньше... То, что он радует... То, что он радует, говорит. А радио сэф выдал те же самые ответы. Те же самые ответы. Это, кстати, когда ты сказал однотипные ответы. Это вот... Они не однотипные в том смысле, что они называются одним словом. Называется шинуйя. Вот это вот шаны для медешаный нам. Это вот этот самый термин. Шинуйя. Он говорит, шаны а там. Это другое дело. Это называется шинуйя. Ну, скорее... Ну, мог иметь... Скажем так, мог иметь место. Да, Абайей действительно восстановился в доме раба. Раб-Юсеф — это товарищ раба. Он молодое поколение, идущее на смену этим, как бы, этим бомудрецам. Раба и Раб-Юсеф. Раба и Раб-Юсеф — они тоже... Они так... Примерно как Раба Шму или как Аба Ейрова. Они вечно полемизируют между собой. Здесь они вроде как тоже полемизируют, но по идеологии они абсолютно согласны. У нас есть некоторая базовая вещь, где мы можем нарушить закон Торы, а все остальное запрещено по полу. По поводу этого... Что бы, что бы и не. Чтобы мы сюда не доползли. А Байя, говорит, эта логика... Эта логика гнилая, на самом деле. Да, он как-то не будет твориться пока что-то. Знаешь, он пока не выдумал нового еще пока. Он пока, значит, по-старому прошелся, ему по-старому ответили. По-второму разу прошелся. По-второму разу. Ну, в-второму разу то же самое ответили. А он точно так же работает здесь, как и там. Какая-то никакая разница. По-второму разу то же самое спрашивается. Часто бывает? Ну, что, другого человека спрашивают. А если бы Рав Юсеф не нашелся, что ответить? У нас был бы плюс. Ну, не нашелся, но у нас уже есть ответ на это. Значит, это у него есть ответ на это, а Рав Юсеф... Нет, я это совсем не сказал. Во-первых, а это могло происходить в любом порядке. Не исключено, что один вопрос задавался Рав Юсеф до того, как Рав Юсеф, а другой вопрос задавался Рав Юсеф до Рава. Потому что я знаю. С другой стороны, возможно, еще более простая. Весь этот диалог с Рав Юсефом просто сочинен, как бы, да. Ну, как точно, не замысловано? Не замысловано, потому что мы уже исчерпали все аргументы. Они одни и те же. Шутат одна и та же. Да, система, система, идеологическая система, та же самая. Если бы мы могли придумать что-то новое Рав Юсефом, мы бы прям тут оставили Раву. На самом-то деле, я думаю... А зачем тогда вставать Рав Юсеф, который ничего не изменил? Мы же его и не вставили, мы его законспектировали в одной строчке. А зачем это? Я думаю, что реально было это устроено так. Абайе вел полемика на два фронта. С Равой и с того и с... Когда ему приходил в голову такой орган, он не сдавал так. И тогда приходил в голову другой орган. Он сдавался здесь. Потом все это было редактором Гемару. Все это было скомпилировано в Акил-Сфор. Абайе и Рава. И... Ну как бы... Конспект, что он был... Но это лишнее. В каком смысле это лишнее? Он задал ему эти вопросы, он дал ему те же ответы. Все. Это Рав Юсеф не добавил ни у него два. Рав байвае ма. Гзера шема яжэ. Вот сейчас у нас пойдет какая-то новая Гзера. Да. Значит... А, а... Но она тоже не безумно новая. Это ровно то, что я говорил чуть раньше, что... Это... Запретили это из-за того, что... Иначе он будет... Всю свою посуду, которая у него там скопилась за две недели, он будет... Ну, ждать до праздника, а не окунать его в будни тень, когда у него много других забудут. А ждать до праздника, когда у него приятно никаких забудок. Он будет все эти перемывать эту посуду. А это не очень хорошее проведение праздника, я ему скажу. Вот. Таня, Патейда, Рабы, Ивань. А, вот теперь у нас, наконец, тут, понятно, уже возражения... Вернее, эти возражения явно не канады, да. И тут у нас вместо возражений идет, наоборот, поддержка. Как интересно. Таня, Патейда, Рабы, Ивань. Кольше не тма не ревьёмтов. Энма, Белима, Тобы, Йонтов. Зера, Шеме, Жэ. Яш, Эф. Да. У нас была уже... Была уже эта Брайта. Но... Не совсем в этом варианте. Все, что оспернилось до Йонтов, в Йонтов не окунается. И постановили так, чтобы он не скапливал вот эту посуду, да, чтобы не задерживал посуду. И в этом варианте это сказано в явном виде, да. Таким образом, Рабы и Ивань получили серьезную поддержку. А все эти, значит, схватические споры с Рабом, с Рабой и Рабьёсом остались схватическими. Да? Потому что нашла из Брайта, где сказано, что резонт именно такой. Не ату, не ату, а. А вот именно такой, чем я живет. Четвертая идея. Потому что это, ну, видится подобно тому, как если бы он чинил, чинил, ну, посуду, утварь, неважно, рубашку, да. Рубашка как бы испортилась, ну, или там посуда опять же, осквернилась. Теперь он ее как бы чинил. А это Йонтов не совсем хорошее дело в городе. Нет, это совсем плохое. Ну, если бы он это сделал молотком, туда плохое. Но он молотком не делает совершенно. Это не раке его, надо сказать, это видится, кажется, как будто бы. Так что это не то же прямо совсем-совсем плохое дело запрещено. А запрещено. Но представим себе как бы идеологию, как бы, так сказать, предметности, как предметность, чистая, да, ну, в смысле, хороший предмет, чистый предмет. Нечистый, нечистый предмет, плавный предмет, потому что разбитый, да. Вот. Так вот, представим себе вот это таким образом, мы видим, что человек прям чинит, как будто бы там руками что-то такое чинит. А так нельзя? А с кем-то нечет, при этом не видеть много, без причины, нет, в том-то и дело. А иначе, о чем они создали фагематку? Нет, конечно. Если бы, если бы это было где-то указано, не были привилетными, остались все. Разговор бы закончился. Нет. Ты понимаешь, тут еще нам много раз повезло, на самом деле, в нашей литературной истории. В частности, нам повезло вот смешно. Что нам повезло вот в чем? Это, суть письма, это конспекты лекции. Ну, или автоконспекты, как бы. Судя по всему, это очень сжатое изложение некоторой длинной головы. Нам очень привезло это. Вот почему, потому что, как бы, мудрецы следующих поколений имели возможность судить, доведить или рождать новые смыслы, именно обсуждая, а что тут, собственно, было сказано на самом деле, и а почему оно, собственно, было сказано. Это ровно то, что мы имеем здесь. Вот у нас уже амут текста навернулся вокруг сущности обсуждения, ну, вот, рога того, что ты сказал. Почему же они, собственно, там не сказали это прямо? Ну, сказать, не сочли нужно сказать. Да? То ли они сами не сочли, можно сказать, то ли это дело не дошло до Раби, то ли Раби решил, что это будет лишним. Но в результате у нас получился очень обрывочный кусок текста. Да? В некотором смысле плохой. Да, Раби? Ну, плохой текст. Нету там ничего не сказано толком. Все мутно какой-то, как-то бред какой-то написано. Так это же, это и есть главное счастье. Потому что, как бы, приходит Амур Аин и говорит, действительно, непонятно. Чего-то он знает, а как действительно, а почему, собственно, такое сказали? И начинается. А нам приходим мы, и, скажем, в Таиспании. Там, кто-то предназначен, может быть, и будет чьей-то. Конечно. Конечно. Да, конечно. Нет никаких серьезных причин. То есть, это из обсуждения очень видно, да, все понятно, что, ну, вот это из-за этого, ну, вот это из-за этого. Понятно, что в Торе основы этому нет. Ну, как бы, вижу ясно. Другой вопрос, почему, собственно, это? А, говорит, ну, там же ответы идут в некотором смысле в порядке убывания автоматичности. Первый автоматический ответ, на самом деле, рабы, очень логичный. Это шуток туда нужно принести. Ну, и опеньки. И дальше начинается. Рабы Сэф, говорит, уже в случае менее логичны, да, мы все-таки думаем в первую очередь по посудам. Ну, ведь одежда, то есть. Ну, где посуда, там одежда. А там? ли одежда? Ее сразу и выжали. Ну, и надобняк получилось. Дальше, значит, раб Бейбай говорит уже более специфические вещи, которые относятся именно к емтаву, да, именно к емтаву, ну, шабатности и емтаву. Да, в смысле, что, чем они отличаются от будней сущности, не в плане запретов, запретов, да, а в плане того, ну, что мы делаем в субботу, где будня, а где суббота. Вот в буднях мы работаем, белье стираем, наконец, там, не знаю, посуду мыть, а если мы всю всю эту немытую посуду будем оставлять на шабат, что у нас это шабат будет оставлять? В смысле, никого нарушения в этом нет, такого нарушения тоже, да, изначально нет и не было, но, но это будет странно, немножко, шабат, согласитесь. или там Йон, Роу говорит, еще более далекая, да, в некотором смысле, говорит, а теперь представим себе, что у, как это называется, как про людей говорили, да, что у них есть аура или там какая-нибудь там, какая-нибудь астральная, астральное тело, так вот, у предмета тоже есть астральное тело, у утвари есть, оказывается, астральное тело, оно может быть хорошим, а может быть испорченным, вот, акумая его веку, мы, как бы, это астральное тело чиним, но это, конечно, не то же самое, что чинить молотком физическое тело, но похоже, вот, по, 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 как бы, по процессу, по процессу, идею, 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 совершенно верно, да, значит, нет, не астральное тело все-таки больше нравится, где ведра, это все-таки такая, ведровость как-то, не все ведра одновременно окунают, они все больше, больше, как бы, сужают, 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 да? не то чтобы сужают, они просто, они просто, просто удаляются, в некотором смысле, удаляются от конкретных запретов в сторону концепции, в сторону каких-то, каких-то, каких-то идей, да? Не в платонском смысле идей, а просто, просто более абстрактности какого-то, да? потому что, потому что, реально, нужно, нужно очень живое воображение, чтобы представить, абстрактное, астральное тело, там, у меня, там, тарелки, я, правда, это мой, мой тело сейчас, но, как бы, да, то есть, вы как-то не рисуете, ну, правильно, да, вы вот, с ребенком, заворачиваясь, ну, не сегодня, несколько дней, а вот того, как, четырехмерный куб, представить, можно ли представить, визуально, четырехмерный куб. Ну, вот, как-то, вот, 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 это вот четвертое измерение, этого, этой, тарелки, да, у Бога, значит, как раз, что-то в нем, вот, не так, вот, что-то, вот, его-то мы и исправляем, на нем пятно, на нем такое черное пятно, вот, это все равно, что стирка, как бы, буквально стирка, а стирать нельзя. Да. И, значит, ты сказал, что ты так и в Иоандаши? И, Ахи, Аданнами? То же человек? Он говорит, ну, если так, то у человека, потом есть астральное тело, которое можно чинить. А человеку можно окунаться. А человеку можно окунаться. Ну, вязочка. Да, как же так? Почему человек не запретили? Он говорит, Адам не ракомейка. Человек, человек, который окунается в воду. Все думают, что он просто купается. Остужается. Мейка от своего фарма. Просто решил. Это сейчас будет, а ты на... Подожди, прежде чем зимой, там еще про болото. Подожди, подожди, извини. Он говорит, если кто-то снаружи, что это не важно? Астральное тело, это все выдумка. Нет никакого астрального тела. На самом деле, если со стороны человек, человек с хорошей мантазией, видит, как другой окунает в тарелку, он говорит, о, он, наверное, исправляет астральное тело этой тарелки. На самом деле, астрального тела нет, забудь. Но ему кажется, что есть. Он говорит, ну, я тогда и молоком, наверное, могу. Ну, как бы догадывается. Вот. Он говорит, ну, хорошо, а с человеком так? Он говорит, человек вот тоже, тоже окунается, и что? И тогда он подумает, что, может быть, с тарелку можно, а может быть, с тарелку мантазией тоже можно. Он говорит, нет, человек просто купается. Когда человек видит, купаешь этот человек, он не думает каких-нибудь, других нехороших. Человеку жарко, и он хочет искупаться. А почему, если человек видит, что он окунает с митвом, то, что он купается, а не окунается в митву, потому что нужно окунать с митвом. Это очень странно. Потому что у нас было разделение между митвой и купальней. Нету никакой специальной. Да. Почему не подумать про митву? Подожди. А почему он должен думать про митву, если жаркий день, если там плавает? А почему? Ну, подожди, непонятно. Ты вот, когда на пляж приходишь, про митву думаешь, ну, просто. Нет, подожди, подожди, ничего не понятно. Почему человек сторонний в емто в виде другого человека при слове, что он знает, что окунаться в митву можно в емто? Почему он, смотря на этого человека, не подумает? Нет, vale, vale. Окунаться в митву можно? Спасибо. Ну, вообще, я думаю, да, а что вы? Иначе, просто очевидно, как плавок не боится. Как плавок не будет, не придумывая еще. Еще раз, Аня, пойми, это для тебя миква – это миква, а для миква – это речка. Речка! Речка, отлично! Вот ты идешь по берегу речки, видишь, там чувак плавает, что ты сразу тут? Он, наверное, окунается, думаешь ты. Нет! Ты первым делом думаешь, что человеку жарко, а он полез в воду. Подожди, ну почему-то нет. Для меня это, для меня это не убедительно, что и раз люди знали, что… Мне кажется, что для тебя это не убедительно. И раз люди знали, сейчас, я хочу сформулировать, раз люди знали, что в емкость окунаться можно, и какой-то человек идет мимо речки, и он смотрит на кого-то и думает, интересно, а этот мужик купается или он просто от жары, или он окунается, потому что он окунается. Он же знает, что можно окунаться в нику, я не понимаю. Мы… Да, я понимаю, в чем мы говорим. Давай представим ситуацию, когда мы узнаем, можно или нельзя. Мы же не вынесли еще этого решения. Вот ситуация до вынесения этого решения. Мы пытаемся вынести это решение и рассуждаем. А на самом деле, на самом деле, чего мы будем выносить? Он говорит, если мы видим человека в емкость, да, который в эту речку окунает свои… там, кастрюли, польцы и прочее, прочее, всякую дрянь. Ты сразу подумаешь, ну, что он делает? Ну, понятно, что он делает. Акунает. Ну, это почти одно и то же. Это тоже… Я… Короче… Короче… Ты подумаешь, ты… Прежде всего, ты подумаешь, что он пытается ее исправить. Да? Вот это, например, так конкретно. Что ты подумаешь, когда видишь человека плавающего? Он просто, ну, жалко, он там плавает. Ну, по крайней мере, так видят они, да? Я… Я же не потому, что… Он говорит… Ну, ты же понимаешь, ты же думаешь про Микву, как про Микву сегодня. Да нет… А думай про Микву, как про Микву, обычную речь. Ну, я же тебе сказала, я же не думаю, какую обычную речь. Ну, обычно в речке купаются. Ну, почему нельзя? В будни купаются и в праздники точно так же купаются. Нет, ну, я тебе говорю, что если они знали, что можно останавливаться, они могут подумать и то, и то… Еще раз, мы еще не знаем, можно останавливаться или это. Что еще так там? Ну, хорошо. Ну, допустим, это не понятно. Пошли дальше. Аллоу. Чего? Так, хорошо же. А да… Ни ракомейка… хатэйнах майяцин… маймраин майя… 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 Еще и заросшая, какими, какой-нибудь дрянью и нечищенная много дней. Вот. Э… болото, короче. как митва годится, а как купание, ну странно немножко, вот, видишь, чувака в болоте, думаешь, неужели он купается? в болоте что ли? он в болоте бегемот, как известно да, бывает, что человеку реально жарко, да, и он уже и в болото полезет, не мешает, это не совсем болото, это корыто, в котором вымачивают лед, оно довольно вонючее, крайне неприятное хрень да, значит, ну человек жаркий день, он хоть в эту лаканку окунется, потому что как бы жарко вот тебе, значит, кто, а они, по-моему, говорят насчет зимы да это бегемотах ама, бегемотах шамин, мои хлебы ну хорошо, жаркий, непонятно, а как сезон дождей, тогда как? он говорит ама равнахмам барыцки поамим шадам баминал сады милу пах битит ву цоа ворухец, афилу бэймотах шамин человек приходит с поля подождите, подождите, это же еще не все они придумывают еще, 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 хотя уже в обычном случае, может, был потом сезон депутатом они уже придумывают такие случаи, что да, ну и что? еще, ответ-то у нас известен, мы же все равно все равно гоним это под известный ответ но ты только говоришь, что нам еще нет нет, я, еще раз, ответ у нас на входе известный, но они рассуждают о том, как эта традиция сложилась понимаешь? им-то нужно понять, вот что, о чем себе думали те древние мудрецы, которые сказали тарелки нет, а человек одна он говорит, про тарелки нет, все понятно, потому что астральное тело, все дела ну, у человека астральное тело, а, говорит, ну там, какое там астральное тело, просто купается он говорит, ну хорошо, а если он в болоте сидит? нету другой мильник, грязная у нас, да, в нашем селении, не речка, а грязная, грязная мильник и что тогда скажет? а, ну, говорит, ему жарко, он полез, какой есть вот хорошо, спокойно, сейчас не лето, сейчас зима ну, вот, бывает, сейчас приходит, там, весь, грязи в дерьме с поля, и тогда уже моется, даже и зиму даже и зимой в болоте даже и зимой в болоте, ну, если нет, ничего другого да, если б был че-то другое, я понял, в мигу такой не пошел понятно да, вот это смешно, и все равно не будем думать, что он в мигу пошел даже и так не будем думать, что он в мигу пошел если у нас, они говорят так, если у нас есть возможность об этом не думать, мы не будем есть немножко ощущение, что они сами запускаются? конечно, это верное ощущение, что нет, понятно, что они, что они с пальцовой ироникой тут уже, это тоже явно нагнетается, нагнетается уже до очень смешного момента да, он говорит Тейнах Башаба ну, Башаба сейчас, а почему интересно, кстати, вот они говорят Тейнах Башаба Тейнах Башаба Тейнах Башаба в Ёмки-Пур известно, что омовение можно совершать даже в Ёмки-Пур но купаться-то в Ёмки-Пур, блин, нельзя ну тут уже, ну никак нельзя подумать и ничего подумать, ну никак не можно, да если человек залез в реку в Ёмки-Пур ну, сволочь, либо нарушает Ёмки-Пур либо совершает омовение одно из двух прости, пожалуйста то есть, ты осквернился в Ёмки-Пур в Ёмки-Пур там, случайно, да оказался в комнате, ну, спокойненько там хуже ну, как-то каким-нибудь способом встречать кстати, да ну, там, кстати, можно ну да, ну не важно не важно, ну да это приятно это приятно, да значит эээээ да ээээ значит ээээээ залезаешь в это самое залезаешь в речку омываешься нет, это можно в Ёмки-Пур можно ах ну но но как это увязать как это увязать со всей идеологией не понятно да покупаться там как раз не можно ээээээм Омарова ми и камидэ дабашабад шарэ в Ёмки-Пур асу он говорит, а разве есть что-нибудь, что разрешено в субботу и запрещено в Ёмки-Пур ну, в момент там еды, кстати нет кроме того что кроме того что как бы скачен специфический миру если какие-нибудь запреты типа субботник которые устрожены что по именции от субботы нам разрешено точно так же как в субботник метро в субботу раз уж в субботу разрешено так и въем кипу тоже разрешено переносится я думаю что вот здесь мы остановимся еще будет довольно большая 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 тема и мы ее разберем в следующий раз